Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы поговорим о том, как создавать принты в фотошопе и в иллюстраторе. Я вам хочу показать разницу. У меня пришло достаточно много вопросов по этому поводу и хочу на них ответить. Во-первых, и тот, и тот графический редактор позволяет создавать автоматические узорные заливки. Это нормально, но они выглядят по-разному. В чем-то они похожи, чем-то отличаются, когда вы начинаете, например, работать с эскизами. Вот сейчас просто хочу вам показать. Мы находимся с вами в фотошопе. Это программа Adobe Photoshop. У меня уже есть элемент в виде лимона, из которого я буду создавать заливку. В принципе, здесь ничего мудреного нет. Как я его получила, вы можете посмотреть, есть записи марафона, либо очень детально, со всеми уроками мы разбираем в курсе по Adobe Photoshop. То есть сами выбирайте, какой формат вам лучше. Записи марафона есть на YouTube. Советую там смотреть, потому что там полноэкранный режим. Так, редактировать и определить узор. Окей. Вот у меня создался узор. Вот так вот быстро. Сейчас мы создадим новый файлик размера А4. И я вам покажу, как этот узор туда будет применяться. Вот здесь выбираем заливку, сверху выбираем узор и выбираем какой узор. Вот он получился. Смотрите, мой узор многократно будет повторяться. То есть я взяла свой лимончик. Вот он, да? И он у меня многократно будет повторяться. Что здесь важно и на что стоит обратить внимание. Во-первых, есть у узора фон или нет. В данном случае я брала с прозрачной заливкой. Поэтому я могу, например, снизу дать заливку другим цветом. И у меня тогда встанет не градиент, а заливка. Надо вот не забывать вот здесь все править. Вот, смотрите. То есть мои лимоны залились и вокруг них стал цвет. Соответственно, вот таким образом. Тот вопрос, который мне задавали, а вот мне хочется, чтобы они вот так вот не шаблонно шли. Потому что программа делает как? Автоматически. Она берет вашу клеточку. И эту клеточку многократно повторяет. То есть вот она моя клеточка, которую я выделила. Здесь еще можно, например, выделять не полный элемент, а вот кусочек. Я могу вот так выделить. И сказать ему, сделай мне, пожалуйста, из него узор. Вот она его определила как узор. И теперь, если я буду что-то этим узором заливать, да, соответственно, вот она мне его будет повторять. Вот этим. Так, сейчас, секунду. Мы отмотаем. Вот, то есть она мне выбрала именно этот кусок. И многократно этот кусок будет размножать для того, чтобы он повторялся. То есть это функция программы. Вот она так делает. Вот какой кусок задали, так он и будет повторяться. Если вы хотите сделать что-то более сложное, более интересное, то вам изначально сам рапорт нужно создавать как какую-то красивую композицию, которая будет живая, у которой будут разнонаправленные элементы, которые не будет видно четко вот этого прямоугольника или квадрата, который вы хотите создать. И тогда, если вот из этой, из всей композиции создавать, соответственно, узор, то он будет более живой. Он будет не такой линейный. И он будет красиво себя вести. Вот, смотрите. То есть он уже больше похож на что-то вот такое неординарное, да, что-то интересное. Вот здесь, смотрите, есть узоры. Можно их сохранить, сделать понятие миниатюры этого узора. Вот таким образом вы это можете включать. Соответственно, давайте сейчас лист побольше создадим. У меня было 4. Программа скажет ай-яй-яй. Так. И сойдет с ума. Вот. Видите, красивый узор, то есть он не шаблонно себя ведет, потому что то, что мы делали до этого, наш шаблонный узор выглядел вот таким образом. Я взяла один элемент и разложила его многократно. Получилась вот такая штука. А здесь получилась она живая, как будто бы она во все стороны крутится, потому что изначально создан такой мотив. Что мы будем делать с эскизами? С эскизами, вот он, эскиз. Хорошо. Можно выбирать какие-то кусочки. Тест, что называется, рендерить. У меня эскиз хорошо подготовленный, с четкими краями, поэтому будет легко с ним работать. Вот. Но если эскиз у вас не подготовленный, то вам придется вот это все аккуратно выделять. и, соответственно, можете эти куски заливать узорами. Какими бы то ни было. То есть это может быть какая-то фотография ткани, которую вы будете заливать. Вот у вас получается красота. Я больше вот именно создание какое-то, оно может происходить и в фотошопе, это удобно, здесь можно почистить, здесь можно поменять цвета, здесь можно сделать многоградную вот это вот изменение, то есть, например, зайти сюда и там поиграть с цветами. То есть у каждой программы, у нее есть свои какие-то плюсы и минусы, да. То есть здесь я могу там насыщенность покрутить туда-сюда, могу в целом там поменять цветовой тон и увести в другую тональность, могу это сделать индивидуально над каждым элементом. То есть фотошоп, он вот на это рассчитан, на то, чтобы изображение, которое изначально растровое, как в данном случае это был отсканированный лимон, который мы рисовали акварелью, вот так с ним работает. Если мы с вами говорим про Adobe Illustrator, я сюда поместила ту же самую картинку из фотошопа. Ну, в принципе, как видите, похожий интерфейс, немножечко тут все по-другому, да, и для того, чтобы создать узор, мы делаем вот так, то есть попроще. Узор создался автоматом. Вот он, пожалуйста, есть. Поскольку он у меня на бесцветном фоне, он вот так себя ведет. Вот здесь точно так же можно задавать кусочек, который вы хотите сделать узором. Сейчас я уберу вот эту вот рамку. Это сейчас будет узор. Соответственно, могу подрезать краешки и сделать узор, который будет уже по-другому смотреться. Вот смотрите, какая будет разница. Плюс ко всему в Adobe Illustrator сразу есть так называемый Pattern Generator. Это генератор узоров. И здесь они уже придумали, что можно делать разные рапорты. То есть не просто клетка, а, например, вот кирпичик. Вот смотрите, вот сетка. Кирпичик. Кирпич со столбцами. Видите, оно как бы сразу оживилось. Это я все с одним и тем же элементом работаю, просто она мне его по-разному рапортует. То есть у программы уже изначально это есть. Вот за это я больше люблю именно иллюстратор, потому что у него вот эта настройка более широкая. Вот. Я могу, например, сказать, хорошо, сохраню мне копию этого узора. Готово. Вот она мне его сохранила. Видите, у меня какая красота. То есть из одного элемента я получила вот классику такую и получила со сдвигом. То есть, пожалуйста, это все делается. Можно точно так же взять сложный рапорт и уже из этого сложного рапорта создать. Притом рапорт вы можете создавать в самом иллюстраторе или создавать его в фотошопе. А потом, как в данном случае, это вот картинка PNG, из которой я создала узор. Можно делать так. То есть это не ограничивается. При работе с эскизами, опять же, мое личное мнение, я считаю, что иллюстратор намного удобнее. Сейчас мы перенесем те принты, которые у нас сделались. Просто копируем. И смотрите, теперь у меня есть элементы. И я могу выбирать каждый конкретный элемент сколько угодно раз и их заливать. Плюс ко всему, здесь удобнее делать всякие разные масштабы. Ну, по крайней мере, мне. Никого силы за это не агитирую. Я могу выбрать и самым разным способом масштабировать. То есть сделать их совсем-совсем прям мелкими. Лимоны, да. Вот они там прям ситчик получился. Сделать их достаточно крупными. Сделать им поворот в зависимости от того, как мне нравится. Смотрите на изображение, да. То есть эта настройка, она очень простая здесь. Даже после того, как я сделала, я могу легко это скопировать. Могу отдельно платье, могу его с девушкой скопировать, да. и создать еще один образ, так как нравится именно мне. Вот в этом плане иллюстратор для эскизов подходит больше. Например, я хочу, чтобы бачки там были, не знаю, желтого или зеленого цвета. Иллюстратор более вариативный. Он позволяет это делать проще, быстрее и интереснее. Работать в нем лучше. А вот смотрите, эта заливка оказалась у меня с прозрачным фоном. Если я, например, хочу, чтобы у меня была нотация кружева, в котором есть прозрачности и непрозрачности, я могу залить вот так. И вроде как у меня прозрачная ткань, на которой есть узор. То есть такое тоже можно делать. У меня там внутри полноценная девчонка, которая с ногами, с руками. Вон она, смотрите, у нее есть ноги. И вот она вот так вот удачно просвечивается. И вот они и функции. То есть, по сути, принт создается в любой программе, в той, которой вам удобно. Вы создаете рапорт, а потом этот рапорт программа за вас многократно повторяет. Вы с тем же успехом можете взять этот рапорт и сделать это повторение многократно вручную. Я могу это сделать. Но только это будет не заливка, это будет набор элементов. То же самое я могу сделать и в фотошопе. Это не есть заливка как таковая. Вот это автоматическая заливка. То есть, если я возьму какой-то прямоугольник, выберу, он у меня автоматически зальется. Вот этим оно заливаться не будет. Это ручная наборка. И фотошоп, то, что я вам только что показала, и иллюстратор обладает этой функцией. И он может это делать. Как вы это будете применять? Это зависит очень сильно от вас. Как вы это будете делать? Как вы будете это воспроизводить? И для чего применять? То есть, вот она заливка. В фотошопе тоже вся она из себя разная. И заливается и так, и так. Вот она работа с эскизом, которую мы провели. И вот она работа с элементами и рапортами, которые я собираю. И все то же самое в иллюстраторе. Мой личный взгляд, что нельзя выбрать одну программу. Я больше склоняюсь к иллюстратору. Мне он удобнее, мне он приятнее, мне он быстрее, мне он комфортнее. Но все равно многие вещи я продолжаю делать в фотошопе. Потому что без иллюстратора я не могу обойтись без фотошопа. Где-то нужно что-то вырезать, где-то обработать, где-то поменять цвет. И я это буду делать непосредственно в фотошопе. Потом затягивать картинку в иллюстратор. И там, и там хорошо. Но именно эскизы, именно вот это планирование, именно модификация форм. Потому что в иллюстраторе я могу там взять и какие-то фрагменты, поменять форму, как-то там сделать разлеты в зависимости от опорных точек. И сделать это достаточно быстро. И просто там поменять форму рукава, как мне нужно. За счет того, что я просто подергаю опорные точки, и уже вот она у меня изменится. Ну, сейчас это достаточно грубо, да? Но смысл понятен. Для того, чтобы сделать то же самое в фотошопе, особенно для залитой вот этой детали, мне нужно ее выбрать, ее тянуть. Это будет очень неудобно. Контуры не будут сохраняться. Они будут деформироваться. То есть, если вы хотите обработать фотографию, это хорошо подходит. Если вы хотите именно работать внутри эскизы, лучше использовать иллюстратор. Просто дело в том, что вот эту картинку я сэкспортировала из иллюстратора. И ее, как бы вот она у меня есть в оригинале. А если бы она у меня была только в фотошопе, то я бы с ней ничего не могла делать. Она у меня изначально правильно. Она у меня изначально состоит из правильных элементов, с которыми я могу работать. Я могу убрать какие-то элементы. Я могу добавить, потому что вся работа изначально проведена в этой программе. И уже здесь я делаю какие-либо изменения. Фотошоп такого делать не позволяет. Они разные, но все-таки они вместе. И они друг друга дополняют. Поэтому то, что вы хотите сделать, зависит от вас. Программы вам это полностью позволяют. Я надеюсь, что я ответила на многие вопросы. Если нет, еще раз пересмотрите это видео. И уже тогда пишите мне, если что-то стало непонятным. Подробно, как это делать в иллюстраторе, как это делать в фотошопе, с примерами и обязательной практикой я даю на курсах. У меня есть отдельный курс по принтам в фотошопе. Есть отдельный курс, блок курса «Принты и заливки в иллюстраторе». Это все там делается. Рассказываю, как делать, чтобы было вот так вот красиво, бесшовно. Какие это функции, где это находится. Все-все-все детально рассказываю и показываю. Это вам вот экспресс-демонстрация возможностей программы. На сегодня все. До скорых встреч. Пока-пока.